Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Видном состоялся 8-й съезд Совета муниципальных образований Московской области. Муниципальная власть наиболее приближена к жителям. И главы, председатели Совета, это, конечно, те люди, которые каждую минуту своей работы посвящают проблемам жителям. На проспекте Ленинского комсомола торжественно открылся пункт помощи при ДТП. Не надо, не платите никому деньги. Позвоните нам, и вы бесплатно будете знать, как его оформить. В Ленинском округе прошел парад Дедов Морозов. В Видном состоялся 8-й съезд Совета муниципальных образований Московской области, председателем которого сейчас является глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Членам Совета предстояло подвести итоги трехлетней деятельности и переизбрать руководителя. О результатах встречи и планах на ближайшую перспективу расскажет Юлия Пагасьян. За 15 лет существования Совет муниципальных образований показал свою эффективность. Сегодня это уникальная площадка для обсуждений общих проблем городских округов Московской области и выработки консолидированных решений, направленных на улучшение качества жизни людей. Благодаря совместным усилиям Совета муниципальных образований, правительства Московской области, Московской областной думы, Советом внедрялись и обсуждали самые современные и лучшие практики, которые были предложены коллегиями с разных муниципалитетов. И все это делается во благо наших жителей. В составе объединения главы городских округов Подмосковья и председатели муниципальных советов депутатов. Восьмой итоговый съезд состоялся в городе Видное. Делегаты приняли решение по нескольким вопросам, которые дали старт отчету нового трехлетнего периода в работе Совета. Таким образом был переизборан председатель. Им, как и в предыдущем созыве, стал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Муниципальная власть наиболее приближена к жителям. И главы, председатели Совета – это, конечно, те люди, которые каждую минуту своей работы посвящают проблемам жителей. Поэтому Совет – это важное объединение. Сегодня избран председатель, переизбран Алексей Петрович Спасский. Человек, который обладает опытом управления муниципалитетом. Один из самых эффективных глав Московской области. Поэтому мы возлагаем большие надежды на Совет муниципальных образований. Я благодарю коллег за высокооказанное доверие. И, собственно, вместе дальше будем работать. Повторюсь, это работа непростая, но, на мой взгляд, работа нужна. В своем выступлении заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная рекомендовала делегатам выбрать приоритетными задачами работы Совета на следующие три года более тесное взаимодействие с жителями для воплощения их благих инициатив, а также развитие института наставничества, когда более опытные главы делятся своими накопленными знаниями с молодыми коллегами. Фонд все-таки динамично достаточно меняется. И вновь приходящие, то есть те, кто уже обладает этим опытом много лет на этой службе, с тем, чтобы они каким-то образом подсказывали, советовали, то, как происходит коммуникация, в первую очередь коммуникация с жителями, потому что, на мой взгляд, это одно из самых сложных в нашей работе. Помимо этого, члены Совета приняли изменения в имеющийся устав. В связи с эпидемиологической обстановкой, съезды и заседания временно перевели формат видеоконференций. Завершилась встреча торжественным награждением представителей органов публичной власти Московской области. В городе Видное на проспекте Ленинского комсомола торжественно открылся пункт помощи при ДТП. Это уже 12-е заведение в Подмосковье. Оно позволит сократить время нахождения участников дорожно-транспортных происшествий на проезжей части с 3-х часов до 40 минут и более чем вдвое уменьшить нагрузку на экипажи ГИБДД. Максим Козлов расскажет подробнее. Пока на рабочих местах пусто, но кипучая деятельность здесь начнется буквально через несколько минут. А сейчас у дверей пункта помощи при ДТП приглашенные официальные лица участвуют в церемонии открытия заведения. Мы нашли возможность в казне Ленинского городского округа найти помещение. Приложили все усилия для того, чтобы его отремонтировать, привести в порядок. И надеемся, что в этом прекрасном помещении будут оказывать эти юридические услуги не только жителям Ленинского городского округа, но и гостям нашего прекрасного муниципального образования. Это 12-й пункт помощи при дорожно-транспортных происшествиях, открытой на территории Подмосковья. Как показала практика, в муниципалитетах, где действуют подобные центры, время нахождения участников ДТП на проезжей части сократилось с 3 часов до 40 минут. А количество выездов экипажей ГИБДД на место происшествия снизилось более чем вдвое. Такой пример очень тесного межведомого взаимодействия. Участвовали все, федеральные инструкторы в лице ГИБДД, участвовала муниципальная и местная власть, которая приложила достаточно много усилий. Участвовали многие министерства правительства Московской области. И главное, наверное, что все это сделано для того, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни в разных городах Московской области. Экскурсию по вновь открытому учреждению провела генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая. Она же рассказала о принципах работы пункта помощи при ДТП. Происходит звонок на 112, ему задают два вопроса. Есть ли разлив топлива, есть ли пострадавшие. То есть устраняется чрезвычайность. Если ни того, ни другого нет, далее работает наша горячая линия на базе ГКУ ЦБДД Московской области. Это подведомственная организация, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Горячая линия наша работает в круглосуточном режиме. И цель ее – помочь оформиться максимально быстро на месте, если есть такая возможность. А еще специалисты центра помогут составить схему ДТП, грамотно заполнить европротокол, минимизировать штрафы и подготовить бумаги для страховой компании. Услугами центров уже воспользовалось более 200 тысяч человек. Мы просто прищемили, как говорится, хвост товаркомам. То есть это аварийные комиссары, такая служба, которые приезжают каким-то образом, узнав о том, что произошло ДТП, и на улице, пользуясь тем, что люди в расстроенном состоянии, в такой уязвимой ситуации, они говорят, давайте там 3-5 тысяч, мы оформим вам ДТП. На что мы говорим, не надо, не платите никому деньги. Позвоните нам, и вы бесплатно будете знать, как его оформить. На сегодняшний момент готовятся к открытию офиса еще в семи городских округах. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Ежегодно 1 декабря отмечается Международный день невролога. Правда, сами медики практически никак его не празднуют. Для них это самый обычный рабочий день. О профессии детский невролог и о том, в каких случаях без него не обойтись, расскажем в нашем следующем сюжете. Первое знакомство человека с неврологом происходит еще в младенчестве. В возрасте одного месяца малыша в обязательном порядке показывают специалисту, даже если жалоб нет. Жалоб нет, мы вот ковидом недавно переболели. Не стрыгивает? Стрыгивает иногда. Фонтаном? Нет, так вот, как положено. Трехмесячный Ваня Гаркин с мамой Натальей у невролога Видновской детской проклиники Ксении Никушиной уже во второй раз. У малыша сохраняется небольшой тонут конечности, частое явление у грудничков. Врач советует подключить гимнастику и массаж. Врач хороший, опытный, смотрит всегда хорошо себя, советует, что нужно делать, что нет. По приеме мы в восторге всегда. Стараемся записываться именно к ней. Детский невролог Ксения Никушина в профессии уже пять лет. Медиком мечтала стать с самого детства, вдохновляясь примером старшей сестры, терапевта. А вот с профилем определилась лишь в институте. Очень интересно, во-первых, помогать. Есть вариант какой-то помощи детям, то есть ты понимаешь, что ты можешь их вылечить, можешь предотвратить много заболеваний. В принципе, строение нервной системы, оно очень своеобразное, и можно помочь в совокупности многим специалистам на самом деле при лечении. Детский невролог занимается диагностикой и лечением самых разных болезней центральной и периферической нервной системы. Тени руки вверх. Тени. Боли есть? Ну, нет. Причем для каждого возраста наиболее характерны свои проблемы, говорит Ксения Никушина. До года. То это тонусные вопросы, это беспричинные крики, это беспричинное срыгивание, это нарушение каких-то, скажем, движений со стороны ребенка. Если брать средний возраст, то это больше по состоянию нарушения речи, нарушение моторики или любых жалоб ребенка. А вот школьников чаще всего беспокоят головные боли, головокружение, нарушение координации и астенический синдром. В народе его называют синдромом хронической усталости. Здесь важен правильный режим, важно правильное питание, занятие даже простой гимнастики, в принципе, тоже важно. Ограничение планшетов, телефонов – это беда нашего времени, то есть это тоже нужно обязательно. Помощь невролога может понадобиться также после травм, различных перенесенных заболеваний и хирургических вмешательств. Словом, это очень нужные специалисты. 1 декабря неврологи отметили свой профессиональный праздник. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». Госавтоинспекция провела рейд «Детское кресло», направленный на контроль правильной перевозки маленьких пассажиров. Эта профилактическая акция проходит в Ленинском городском округе на постоянной основе. Сегодня сотрудники госавтоинспекции, как вы видите, в специально отведенных карманах, останавливают автомобили. Сегодня мы выявляем водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств. Напомним, что перевозка детей до 12 лет должна осуществляться с использованием автокресел или других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. При нарушении этого правила предусмотрен штраф. При перевозке детишек без специальных детских удерживающих устройств предусмотрена административная ответственность по статье 12.23, часть 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в размере 3000 рублей. Было проверено более 55 автотранспортных средств, и у нас уже на сегодняшний момент имеется более 5 нарушителей. Автомобиль – это источник повышенной опасности. Помните, что сажая в машину ребенка, вы несете ответственность не только за себя, но и за маленького пассажира. Не пренебрегайте правилами дорожного движения. Первый фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну» проходит в эти дни в Видном. Он состоит сразу из нескольких направлений – театрального мастерства, танцевального, эстрадного, певческого искусства. Слово Екатерине Коваленко. Вокальный фестиваль «Волна успеха» открылся выступлением финалиста 9-го выпуска телепроекта «Голос» Кирилла Суслова. Но сегодня певец не только радует своими выступлениями, он еще и в жюри. Что сразу задало высокую планку для всех участников фестиваля. И наши видновские таланты не подвели. Они настолько талантливые, все настолько замечательные, все такие прекрасные, что я бы каждому отдал самый главный приз. Но приходится делать выбор, и это нам дается непросто, скажу честно. Десятки творческих коллективов, более 40 номеров в самых разных направлениях – от фолк-музыки до современной эстрады. Одаренные вокалисты соревновались в нескольких номинациях. Оригинальное исполнение, лучший костюмированный номер, яркий сценический образ. ПЕСНЯ Одними из первых на сцену вышли воспитанники вокальной студии «Планета Китс». Недавно был День матери и свою замечательную песню они посвятили любимым и дорогим мамам, чем, конечно, очень их растрогали. «Очень красиво, очень ласково, очень приятно это поздравление. Очень хорошо, что есть такие песни, которыми можно поздравить мам. Очень люблю свою дочь, и она меня тоже сказала». Дочка Ирины Ямаевой, Настя, только недавно начала петь, и это одно из первых ее выступлений. Сцена девочки пришлась по душе, и она загорелась большой мечтой. «Чтобы я стала певицей, и чтобы меня знали на всей планете». Хочет стать звездой и девятилетняя Евгения Мазуренко. Уже больше двух лет юная артистка занимается вокалом и упорно идет в свои цели. Сегодня она на сцене со знаменитым «Орликино». «Чуть-чуть было страшно, а просто мне она очень нравится, и мне всегда нравятся веселые песни». «Как все, эти справились?» «Да». Завершился фестиваль аплодисментами и вручением дипломов, а лучшие исполнители примут участие в концерте у кинотеатра «Искра», который пройдет 4 декабря. Приходите. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виннет-ТВ. В Ленинском городском округе прошел парад Дедов Морозов. Традиционно в первый день зимы главные новогодние персонажи зажигают елки в разных уголках муниципалитета и тем самым официально объявляют, что самое волшебное время в году уже наступило. Подробнее о праздничном мероприятии расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Традиционно в первый день зимы в Ленинском городском округе проходит парад Дедов Морозов. Именно они зажигают елки и тем самым жителям создают новогоднее настроение. За час до мероприятия друзья и коллеги по волшебству собрались в историко-культурном центре. Здесь проходила подготовка к торжественному шествию. Главные новогодние персонажи наряжались в костюмы, поправляли грим и проходили подробный инструктаж. Стать участником праздничного парада мог любой желающий. Волонтер Иван Грачев считает, что стать волшебником хотя бы на один день по силам каждому. Самое главное смысл в том, что люди должны оказываться людьми и помогать друг другу. Тем более, все-таки в новогодние праздники и в преддверии такого интересного праздника, как Новый год, я считаю нужным выйти, поднять настроение людям и детям, тем более, которые маленькие, которые не знают, что такое Дед Мороз. В этом году на участие в параде зарегистрировалось больше 50 человек, среди которых были не только Деды Морозы со снегурочками, но и другие персонажи. Зимой и летом стройная зеленая была. Торжественное шествие стартовало на советском проезде. Деды Морозы прошли в сопровождении барабанного оркестра. Десятки зимних волшебников. Где еще увидишь сразу такое количество сказочных персонажей? Деды и взрослые были в восторге. Деды Морозы зажигали так, что скучно не было никому. И казалось, что время чудес действительно наступило. И предновогодняя волна чудес захватила всех, кто попал в эпицентр событий. Первый зимний день у самой красивой елочки нашего города. Сказочные, волшебные, самые лучшие Дедушки Морозы и снегурочки сегодня дарят нам всем праздничное, новогоднее настроение. Кульминацией парада стало торжественное зажение главной новогодней елки города с сотнями разноцветных огней. Раз, два, три, елочка, гови! Ура! Замечательный праздник. Очень радостно, что устраиваются такие мероприятия. В такое время отвлекаешься. Что-то доброе, светлое, радостное для детей. Взрослые радуются. Самое главное, что очень приятно, теплое, атмосфера очень теплая. Прям, ну, не знаю, классно. Детей много. Это классно и это даже вот, это не передать такие эмоции. Всем счастья, чтобы никогда не болели, чтобы все было хорошо, чтобы мечты сбывались. В первый день зимы праздничные мероприятия проходили во всех уголках Ленинского городского округа. Микрорайон Купеленка также посетили несколько Дедов Морозов. Вот молодцы, ой, какие вы все умницы, так красивые мои. Как я по вам соскучился. Лука, елка. Раз, два, три. Это сказочный МГИ. Особенно понравился праздник юным жителям муниципалитета. Две подружки, обе Полины, еще не решили, какой подарок попросят у Дедушки Мороза. Но стихотворение уже подготовили. Белая береза под моим окном Принакрыла снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой Распустились кисти белым, хромой. Для детей, для молодежи, вообще, я думаю, это довольно интересное занятие, потому что они находят здесь какие-то новые общения. Веселятся в целом, играют, греются. Здорово. Вообще, очень нам все нравится, то, что бесплатно. Можно на улице собрать кучу детей, увидеть Деда Мороза, и все это делается бесплатно. Очень здорово и весело. Несмотря на то, что начало календарной зимы в Подмосковье, как по заказу, стартовало со снежной погоды и легкого морозца, жители не спешили расходиться по домам, продолжая танцевать и веселиться. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЕТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.